Вот продолжу. Начали мы вот предыдущий ролик самонаблюдения и погружение в практику, такое медитирование, вот просто примитивно мы погрузились, идем, притихли, начинаем, включаем вот это наблюдение, нас захватывают мысли, мы в них проваливаемся, мы видим, как мы потом вздрагиваем, мы теряем себя, вот провалившись мысль, потом вздрагиваем, опять погружаемся в вот эту реку, вот этой тишины, наблюдения за своим физическим телом, погружение в свои эмоции, ощущения какие-то, ну как бы то, что есть, то есть не придуманы, не какие-то вот, знаете, вымышленные воображения, ни в коем случае, ну, то есть я прямо здесь, моё опять же, мой опыт, никаких воображений, никаких визуализаций, никаких вот этих вот, знаете, как мне кажется, совершенно неправильно понимаются всякие санскальпы и так далее, потом вот эти кармические всякие вещи, то есть не погружение в какие-то чужие, но ваше на прошлом опыте какие-то, понимаете, штуковины, а присутствие в том, что есть вот сейчас без всяких выдумок, без прошлого опыта, понимаете, без этих чемоданов. Я не хочу на этом останавливаться, но вот просто в моём опыте вот именно это очень высокоэффективно. И вот мы начинаем идти по асанам, и это каждый асан, это отдельный мир, который нам даёт возможность как произведение искусства. Ну, я вообще считаю, что вот наша практика, которая вот от Виктора Сергеевича, вот это вот чудо, это искусство. Это не, ну, для меня это не имеет никакого отношения к физкультуре, к спорту, хотя я каждый день очень физкультурен всю жизнь свою. Может быть, потому что здоровье не очень хорошее было с детства. Я ещё в таком пролетарский район Москвы, там Шарик-Подшипниковская улица и так далее, заводы, все, что можно придумать. Вот, и я с детства много занимался и так далее, спасибо родителям, мне было интересно. И я до сих пор как бы вот очень активен. Вот сейчас с велика слез, по снегу ездил хорошо так. Вот прям так, знаете, вестибулярный аппарат, чувствуешь себя живым, видишь свои ошибки какие-то там. И вот вы погружаетесь вот в эту вот нашу асану. Ну, возьмём Пашима Танасану, я просто её очень люблю, она мне очень долго не давалась. Я негибкий такое существо, в гимнастике занимался, поэтому у меня, знаете, как этот сапожник без сапог. То есть, я совершенно негибкий человек. И вот, ну, Пашима Танасана в какой-то момент, когда я перестал корячиться и пытаться её сделать, это стало моим счастьем. Сейчас я приостановлюсь, она очень интересная, ну, для меня, опять же, я же только делюсь то, что... То есть, вот асана для меня, это каждый асана, отдельный мир, это произведение искусства. Ну, дословно русский язык, произведение искусства. То есть, это машина, которая даёт возможность, это не автоматически, даёт возможность нам воспроизвестись. То есть, как бы пробудиться, проснуться, осознанно увидеть вообще себя. Как бы, знаете, типа, где это я? Кто я? Вообще, что творю? Ну, как бы, то есть, увидеть себя реально. Увидеть свои какие-то желания, ну, вот, реальные. Вот, знаете, люди говорят, сейчас очень модно, ты не любишь себя, вот, на тренингах это вот. И люби себя, делай то, что ты хочешь. Ну, кто ты, что хочешь, да, вот эти все вопросы. Для этого, я думаю, и надо заниматься вот такой практикой, искусством, чтобы узнать, ну, приоткрылось, чтобы твоя, ну, к чему ты пришёл, как ты шёл в жизни. Что, кто ты сейчас, что тебе хорошо, что ты хочешь реально. Понимаете, ты как будто затихаешь, и вот прорастают эти неубеждённости новые, что, а, я там должен, ну, вот, знаете, как это, заработать миллион, или там, ну, какие-то вот цели. То есть, я не верю в цели вообще, то есть, они развалились. Я не то, что не верю, у меня это, вот это вот с пеной у рта убеждённость, вот в этих целях и так далее, она как-то в практике куда-то растаяла. Была ли она, я не помню, но вот. И в каждой асан отдельно, Пашиматанасана, если ты её не делаешь, вот сейчас я начинаю говорить то, что я хотел сказать. Если ты её не делаешь, да, я так, видите, какие взгляды бросаю, типа, как будто я что-то умное говорю такое. Не делаешь, но это не, это, ну, конечно же, это философский термин, но это не, я не пытаюсь вот это вот, понимаете, там, не делаешь это буквально. То есть, если ты её делаешь, значит, ты знаешь, что делать, значит, ты в чём-то убеждён, и это просто физуха, физкультура. Ну, вообще, это неинтересно сейчас ещё говорить, тратить время, я лучше сейчас чайку выпью. Ну, смешно, ну, что, я буду разговаривать с вами про физкультуру? Да, ну, как бы, это здорово, прекрасно, но это неинтересно абсолютно мне. Я говорю о том, что Пашиматанасана, если вы её не делаете, а она рождается в вас, в ваша Пашиматанасана, и вы в ней оживаете грани вас, вот ваши грани в мире, вот это искусство бытия Пашиматанасана, вы раскрываетесь, вы видите, это очень просто определить, прямо когда вы войдёте в Пашиматанасан, посмотрите на свои конечности, вот пальчики, дыхание, пальчики, ног, рук, лицо, затылок, поясница, если всё это становится тёплым, и прямо, знаете, не от того, что вы там шарашите физуху какую-то, что очень прекрасно, я только что вот отжимался там и так далее, люблю очень всё вот это прямо. И именно, понимаете, вы открываетесь, и в вас возникает вот это как пантера, как ягуар, там, или кто вам ближе, там, волк, не знаю, пусть там как он охотится, и либо убегает лань какая-то там, не знаю, там, олень или кто-то, неважно, и вот после вот этого борьбы вот этой, причём там прямо, ну, не на жизнь, а на смерть, то есть всё, все показатели зашкаливают в красную зону, всё, и срасходована вся энергия, и большие повреждения, и если вот эта вот, вот эта кошка, там, волк, либо кто-то там, неважно, не войдёт не в сон, а вот в это состояние восстановления, то всё как бы, нет дальше, то есть, ну, смерть. Понимаете, вот это вот, вот это ты отпускаешь, и у тебя начинается воспроизведение, регенерация, то есть, ты прямо видишь, у тебя процессы идут, и ты им не мешаешь, понимаете, то есть, это искусство, ты как будто подключаешься к какому-то источнику, к вот этому притяжению, к центру земли, к твоей ткани, эластичности, всё это видишь, вот это кровообращение, жизнь в себе, понимаете, прямо, я сейчас говорю, вот про стопы, например, говорю, они сразу становятся горячими, вот я прямо чувствую, понимаете, то есть, ты как будто связь, любовь прокачиваешь, любовь, конечно, главное, главное, один и тот же смысл везде, только любовь, только любовь, одна и та же, та любовь, вот, которая только она, та же любовь, что к женщине, к собачке, ко всему, к вот этому снегу, понимаете, любовь, внимание, не хапать, не делать, ну, как делать, ты ничего не знаешь, ты вообще не ведаешь, ты спокойно прикасаешься, отпускаешь, танец, ты никогда не входишь туда с уверенностью, но у тебя не неуверенность, кроткость это не неуверенность, это, наоборот, огромная открытость, сила безумная, и тогда в тебе просыпаются неимоверные просто силы, и восстанавливается организм в целом, понимаете, и возникает здоровье не книжечное, не какое-то вот надуманное, а ваше здоровье личное, его никто, ну, я шучу все время, даже доктор Хаус, либо в нашем случае доктор Рихтерт, или как его, да, вот эти чудесные сериалы, очень хорошие, очень я их люблю, обожаю, понимаете, то есть, и вот это затихание, и это все такое, знаете, вот как цветком с ребенком, как с любовь к женщине, то есть, это не взять, не иметь, это все такое дышащее, прикоснулся, поцеловал, отошел в другое место, это все вот это не то, что там, о, там, притянул, напрягся, там, ну, понимаете, да, как бы, это такое тонкое, и вот это повисание, натяжение на притяжение к центру земли, оно поразительное, если вы его еще не испытывали, ой, ну, как же это красиво, когда вот вы в Пашиматанасане повисли, доверились, понимаете, отпустили, доверились, затихли, повисли на пояснице, на непонятно, таз, вот эти все, это как в кукольном театре, натянуты какие-то в каждой части тела что-то, и это все работает, горячее таким становится, вот эта пылающая такая печь, очень вот эта красивая штука, вот, и я именно хотел вот выделить вот эту, знаете, бережность, тонкость, все время возвратно поступать на прикосновение, разжигание вот этой вот в своем организме само-само-самовосстановление, работа организма. Спасибо вам большое, счастливо продолжим, надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok,